По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Дима Торзок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Потому что мы знаем, что и апостол Павел был осклюблен тем же светом через тысячу лет на Афоне. Имеем удивительное свидетельство о ведении этого фаворского света. Лицо Серафима Саровского было соряно тем же фаворским светом. То есть мы видим, что на протяжении всей христианской истории церковь хранила себе, а лучше сказать, была хранима этим нетварным светом божественной славы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Дорогие мои! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Количество, какое мы сегодня пришли. Если бы каждое воскресенье наша молитва была бы такой соборной, я думаю, что на наших столах было бы еще больше плотов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Монументальным богословием называют росписи древних русских храмов. Рождество Христово и Сретение. Крещение и преображение, Ужас распятия, скорбь положения во гроб, И торжество воскресения, сошествие в ад, И кульминация росписи, ангелы, возносящие славу с Господом Вседержителем. Особенно важно изображение Богородицы, Строго симметрично под возносящимся Христом. Присутствие Богоматери утверждается преданием. Она центр композиции. В чем же ее особый смысл? Богоматерь с апостолами, то, что Спаситель оставляет на земле, Иоанна, основанная им Церковь. Присутствие Иоанна Предтечи также символично. Он изображен именно как представитель полноты церковной, Последний пророк Ветхого Завета, Предтеча Завета Нового. Но главное в группе – Богородица. В позе оранты, молящейся, Именно она прежде всего и олицетворяет Церковь. Русские иконы Вознесения также имеют свои неповторимые особенности. Главное в псковском изводе – изображение камня, Из которого вознесся Спаситель с запечатленными следами ног его. Христос любил эту гору, к востоку от Иерусалима, За иссохшим руслом Тедронского потока, В субботнем пути от города. Сюда учитель удалялся обычно на ночь с учениками, Здесь молился на склоне в Девсиманском саду, Здесь был предан и схвачен. Мечеть на месте Вознесения, Напротив входной двери – камень с отпечатавшимся следом человеческой стопы, Ее изображением и теперь благословляют паломников. Русский монастырь на Елеоне, Спасовознесенский собор, Русская свеча, самая высокая колокольня в Святой Земле, Камень, где стояла Богородица. И изображение ее в Киевской Псалтыре 1397 года. От Вознесения на Елеоне Праздник возвращает нас к московским храмам Вознесения. Вознесение в Коломенском, Воздвигнутое Василием Третьим Благодарность за рождение наследника, Будущего Иоанна Грозного. Храм Вознесения в Алексеевской Новой Слободе. Вознесение на Гороховом поле. Вознесение в Сторожево, Или, как говорят москвичи, Большое Вознесение. Церковь навсегда связанная в народной памяти С именем Пушкина. Здесь венчался поэт с Натальей Гончаровой. Знаменательно, что он и родился в праздник Вознесения Под звон сорока московских сороков 26 мая 1799 года. Важнейшие события в его жизни, По собственному признанию, Все совпадали с днем Вознесения. Ныне, в храме Большого Вознесения, Вновь совершается Божественная Литургия, Возносятся бескровные жертвы. Большое Вознесение Большое Вознесение Большое Вознесение Большое Вознесение ПЕСНЯ 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 знаменует собой самого Господа, великого архиерея, ходатая Нового Завета. Сия есть кровь моя Нового Завета, ежезавы из-за многих изливаемая во оставление грехов. Этой кровью обретаем мы, христиане, вечное спасение. Через причастие к телу Христову, Церкви, совозносимся одесную престола Бога и Отца. И вспомним, на иконе Вознесения явственно проступает аспект Второго Пришествия. Два ангела возвещают, что Христос снова придет во славе. Передавая сам факт Вознесения и учение о Церкви, икона Вознесения является в то же время иконой пророческой, иконой Второго Пришествия. Передавая сам факт Вознесения и учение о Церкви, Передавая сам факт Вознесения и учение о Церкви, Он создает направление всем нам, искупленным крестной жертвой. Возноситесь! Вознесся Господь в славе на небеса. Это человечеством вознесся Он. Это человека в себе вознес Он на небеса. Вознесся Господь и сел Одесную Бога. Это человечеством сел Он, Одесную Бога. Это человека в себе ввел Он в соцарствование Богу. Здесь, на русской земле, в Коломенском, у самого возносящегося из храмов Вознесения, совсем по-особому звучит для нас контакт праздника. Исполнив замысел о нас и земное соединив с небесным, Вознесся в славе Христе Божий наш, Не разлучаясь с нами, но пребывая неотступно и возглашая любящим Я с вами и никто вас не одолеет. Субтитры создавал DimaTorzok